Друзья мои, всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить о наболевшей теме. О том, как избавиться от лишних волос на лице. О происхождении данной проблемы, почему растут волосы на лице, можно говорить долго-долго. Лучше всего, конечно, сходить к доктору, посоветоваться с доктором. Почему, отчего, какие-то идут гормональные сбои у человека. Может быть, при стрессе большом, может быть, при климаксе у женщины, может быть, после операции. Ну, отчего растут лишние волосы на лице. То есть, причин здесь может быть очень и очень много. Но то, что проблема волнует многих женщин, я это знаю. Мне поступает много запросов. Расскажите, каким образом в домашних условиях избавиться от лишних волос на лице. Дело в том, что можно, конечно, сходить к косметологу. Можно походить на определенные процедуры в салон, где именно могут вам лазером лечить, либо другими какими-то процедурами. Ну, во-первых, это дорогостоящие процедуры. Во-вторых, это время. Самое главное – деньги. Ну, а в-третьих, почему бы нам не воспользоваться домашними проверенными средствами борьбы с избавлением, будем избавляться в домашних условиях от растительности на лице. Я очень много пересмотрела, прочитала литературы на эту тему. И сейчас с вами хочу поделиться основными, наиболее мне понравившимися, несколькими рецептами избавления волос на лице. Я сегодня для вас приготовила вот такой набор продуктов, из которых мы с вами будем делать несколько масочек. Эти маски будут постепенно у вас осветлять волосы на лице, и в дальнейшем они просто у вас будут незаметными, эти волосы. Можно, конечно, пинцетом убирать эти волосы, выдергивать, но дело в том, что они потом все равно, эти волосы у вас вырастут и будут более жесткими. Поэтому мы будем с вами домашними масками избавляться, либо делать невидимыми наши волосы, ненужные на лице. Давайте я вам покажу сейчас первую маску. Для первой маски нам потребуется перекись водорода и обычная пенка. Мы с вами эти два ингредиента смешаем. Итак, берем перекись водорода, наливаем 5 мл мерной ложечкой сюда. И затем берем обычную пену для бритья и сюда выдавливаем пенку. Вот столько достаточно будет. Теперь мы все это перемешиваем. Вот такой у нас состав получился. И наносим этот состав на проблемные места. И на 20 минут наносим. И затем по прошествии времени смываем теплой водой и накладываем увлажняющий свой крем. Вот это первая маска. Показала я вам. Теперь давайте я вам вторую маску для лица покажу. Вторая маска для лица у нас включает перекись водорода, кастровое масло, спирт и аскорбиновая кислота. Вот эти средства мы с вами будем по 2,5 мл соединять. Берем кастровое масло. Заливаем сюда. Затем берем перекись водорода. Тоже 2,5 мл. Смешали. Затем берем в равных пропорциях спирт. Готово. И вот такое оптичное средство аскорбиновая кислота немножко. Прямо буквально на кончике ложечки. Вот так достаточно. Все. Вот так мы с вами перемешиваем. И опять-таки наносим на проблемные места. Вот вторую я вам такую замечательную масочку показала. Как видите, маски наши готовятся легко, просто. И что я вам хочу сказать. Вот эти маски наносите не только на нежелательные волосы, где у вас растут на лице, но и на пигментные ваши пятна на лице. Потому что это маска осветляющая. То есть, если есть какие-то у вас пятнышки, обязательно туда, даже на руках, если есть, и на руки наносите. На лицо, если у вас где-то есть, везде наносите. Так, вторая маска есть. Теперь я вам про третью расскажу. Сода у всех дома присутствует. Вот это вот очень легкая маска, которую мы с вами сейчас приготовим. Берем соду и берем вазелиновое масло. Сейчас я вам покажу. И так, берем вазелиновое масло 2,5 мл. Наливаем. И сюда добавляем соду. Пол чайной ложечки. Будет достаточно. Все соединяем. И теперь сверху капаем несколько капелек лимонного сока. Отрезаем лимон и выдавливаем. Мне нравится в масках применять везде лимончик, потому что он обладает таким отбеливающим свойством чудесным. А вот наше вазелиновое масло оно у нас не будет так сильно пересушивать кожу. Оно будет смягчать. Поэтому в этой маске применяется у нас вазелиновое масло. Все. Вот наша третья маска прекрасная готова. Вы представляете сколько я вам сегодня уже масок приготовила? Как видите готовятся они просто легко. Не бойтесь делать в домашних условиях вот такие маски. Теперь мы берем обычный кипяток наливаем и соду пол чайной ложечки. Вот так все перемешиваем. Соду у нас обладает очень хорошим отбеливающим свойством. Сода растворилась в кипятке и мы просто берем ватный диск смачиваем и кладем вот этот ватный диск у нас на проблемные места. Можно даже ножницами разрезать и вот таким образом оставить прям на 20-30 минут вот это пропитанный наш спонжик оставить на проблемных местах. И все, сода будет делать свое действие. А вы будете лежать отдыхать, например. Это тоже один из действенных способов избавления от волос на лице, а также и от пигментных пятен. Ну вот, девочки, мы с вами сегодня столько масок приготовили. Как видите, готовятся они просто, готовятся легко. Ну, не ленитесь, делайте, делайте часто, можно даже делать каждый день. Они у нас не агрессивные, эти маски. И вы увидите, что с каждым днем проблема ваша будет уходить на задний план. Вы увидите, волосики ваши осветлятся, а в дальнейшем они до того истончатся, просто у вас будут незаметны на лице, а также и пигментные пятна. Делайте, не ленитесь, пишите мне свои отзывы о проделанных масках, какая вам наиболее понравилась маска. Я даже не знаю, какую выделить, она каждая по-своему из этих масок хороша, поэтому попробуйте сделать каждые маски, ну и посмотрите и напишите мне, какая больше понравится. Все, девочки, я вам желаю быть всем красивыми, не комплексовать ни по какому поводу, вы должны себя нести по этому миру, идти с гордо поднятой головой, потому что вы самые красивые, самые неотразимые, будьте здоровы, заходите ко мне на канал, я вам всем очень рада, до новых встреч, мои хорошие, пока!